День Города Обрушение балкона в Обнинске Как не допустить повторения трагедии Закреплен за человеком Автомобильный знак инвалид Теперь нельзя купить в магазине Запретить использование смартфонов на уроках Предложила министр просвещения России Ольга Васильева Подобная практика уже есть в ряде стран Например во Франции Однако президент Владимир Путин от комментариев воздержался Он подчеркнул, что вопрос требует детального изучения Как в Рязани относится к инициативе Расскажем далее Рассеивают внимание, провоцируют развлекаться Они учиться, поощряют виртуальное общение Борьба со смартфонами в Рязани Началась задолго до инициативы Министра просвещения Ольги Васильевой Два года назад в правилах детского лагеря Пламенный появился пункт о запрете Использования гаджетов во время учебных занятий И развлекательных мероприятий В наших лагерях у нас Достаточно насыщенная программа И весь эффект образовательный происходит От погружения Когда ребенок отвлекается от городской суеты От каких-то забот погружается в программу лагеря И там, уже погрузившись, можно в хорошей атмосфере давать знания Воспитывать ребенка, давать ему какие-то навыки Смартфон отдают на хранение вожатому Однако расставаться с гаджетом детей не заставляют Если ребенок отказывается сдавать телефон Его просто не допускают к мастер-классам и дискотекам Однако он может гулять по территории лагеря И заниматься своими делами Стоит отметить, что таким вариантом пользуются редко Ведь детям быстро становится скучно В конце смены, если говорить про смену Даже недельную или двухнедельную А уж три недели тем более Все благодарят Сами проговаривают такие фразы, как Мы поняли, что есть что-то другое, кроме телефонного общения Мы поняли, что можно общаться лично Это здорово, это классно Однако смартфон давно стал частью повседневной жизни И помимо социальных сетей на него можно установить и полезные программы Например, скачать учебники и справочники Установить тренажеры для развития памяти И даже проходить тесты по пройденному материалу Главное – пользоваться с умом В мобильном телефоне во все строены фотокамеры Естественно, мы можем ей пользоваться И снимать все, что нам необходимо Может быть, это будут какие-то записи, которые есть на доске Которые вы не успели записать в тетрадь Может быть, это какие-то интересные заметки Или объявления, которые вы встретили по дороге в школу В школе, в самой доске объявлений, да где угодно И все это, опять же, может сократить объем того, что мы носим в школу Как тетрадки, учебники, может быть, даже И перенести все это в телефон Кроме того, телефон позволяет делать электронные записи Заглянуть в которые можно в любой момент И развивает критическое мышление Ведь факты, которые рассказывает учитель Можно перепроверить и обогатить свое восприятие новыми подробностями Ну, если они будут черпать оттуда материал для школы, то почему нет? Молодежь должна развиваться Чего же мы будем как в болоте-то сидеть? Телефон – это средство, которое можно добывать информацию любую Если понадобится мне что-то, я захожу в интернет Включаю Яндекс, пишу то, что мне надо И нахожу нужный ответ на вопросы Сейчас использование смартфона запрещено лишь в некоторых школах Это их местная инициатива Для хранения гаджетов используют специальные шкафчики Министр просвещения России Ольга Васильева сказала Что такие учреждения будут активно поддерживаться Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город» Из огня за парту курсант Академии ФСИН Александр Гнеушев Получил ожог руки и головы, спасая людей с пожара Но вернулся в вуз на занятия Инцидент произошел 14 августа в Орле из-за взрыва бытового газа О подробностях трагедии и смелом поступке Александр рассказал нашей съемочной группе В момент взрыва у меня пиджак вообще был Он меня, в принципе, можно сказать, спас Если бы не пиджак, у меня бы вся спина бы обгорела Руки бы полностью А так только вот кисти слегка Спасая людей из пожара, пострадал сам Александр Гнеушев, курсант Академии ФСИН Учится на факультете организации режима и надзора На время летнего отпуска уехал домой в Орел Там пошел гулять с друзьями и услышал взрыв многоэтажки Не раздумывая, кинулся в подъезд Стал звонить в квартиру, чтобы спасти жителей из огненного плена Как мне сказали, что у нее с ногами проблема и она не может самостоятельно передвигаться Ну тогда я забежал к ним в квартиру Взял эту бабушку, потом ее вывел в подъезд Ну ее вынесли на улицу, все, там на лавке ее посадили После этого он снова вернулся в подъезд Тогда-то и прозвучал второй взрыв Александру обожгу руки и голову Он полторы недели провел в больнице Лечение прошло успешно, кожа на руках восстановится, сказали врачи В родном вузе он теперь знаменитость Действия, наверное, Александра следует всячески поддержать И оценить как, наверное, геройский поступок с его стороны На спасение человека Александр получит не только благодарность Главное управление МЧС по Орловской области направило материалы для награждения его медалью за отвагу на пожаре Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Крупный турфяной пожар потушили в Клепяковском районе Сообщение о возгорании поступило в 15 часов 10 минут На его устранение потребовалось более 6 часов В тушении было задействовано 16 единиц техники и 37 человек Это сотрудники подразделения Главного управления МЧС России по Рязанской области Областной противопожарной спасательной службы и Пожлес Вечером 1 сентября в Обнинске обрушился балкон одного из общежитий В результате чрезвычайного происшествия погибли мужчина и женщина Валерий Седов узнал, как не допустить повтора трагедии Кто именно обслуживает балконы в многоквартирных домах И куда обращаться, чтобы беда не произошла Обшарпанные от времени эксплуатации балконы Можно заметить практически в каждом многоквартирном доме На некоторых есть даже торчащая арматура Ходить под такими балконами не то что страшно, опасно для жизни Полностью отремонтировать лишние квадратные метры решаться далеко не все жильцы Работы могут стоить несколько десятков тысяч рублей Вопрос состоит в том, кто именно должен следить за состоянием балконов Управляющая компания или сам жилец Это зависит от того, какой способ управления выбран За квартирным домом Есть управляющие компании, ТСЖ или непосредственно собственники жилья Непосредственно собственники жилья это когда менее 30 квартир То есть небольшие дома Узнать способ управления дома можно в интернете на специальных сайтах С другой стороны, понять, принадлежит балкон к квартире или нет, не так уж и сложно Например, плита балкона, выступающая из стены, это забота управляющей компании Остальное, окна, парапеты и так далее, это уже собственность жильца В том случае, если все вышеперечисленное распространяется еще на одно помещение Например, на соседнюю квартиру То это также находится в ведомстве управляющей компании К сожалению, бывает и так, что конструкция балкона может упасть на проходящих под ним людей Если подобное произойдет, то пострадавший может взыскать компенсацию с виновника Нужно найти виновника, во-первых, кто является виновником Опять же, есть либо управляющая компания, либо ТСЖ, либо непосредственно собственник Соответственно, надо будет обращаться к виновнику Если вред здоровью взыскивается, то нужно подтверждать имеющимися на руках документами Это больничный лист Если проводилась экспертиза на установление степени тяжести вреда То, соответственно, экспертиза Ну и все чеки на лекарства В 2013 году в Рязани, в Октябрьском городке, произошел несчастный случай Когда женщина упала вместе с балконом Пять лет назад обошлось без жертв После ЧП администрация Рязани указала всем управляющим компаниям проверить балконы по всему городу По имеющейся информации, подобных случаев в регионе больше не происходило Однако, все равно надо быть осторожным, проходя прямо под балконами старых домов Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город Грязная в нижнем течении вода реки Аки показала критический уровень загрязненности нитратным азотом Об этом сообщили сотрудники Министерства природопользования Как сейчас выглядит одно из самых популярных для купания и рыбалки мест в регионе, узнала наша съемочная группа Сегодня Игорю не повезло, ему ничего не удалось поймать По словам мужчины, для него рыбалка это скорее хобби, чем спорт Поэтому каждый день он приходит на один из берегов Аки не с целью что-то поймать, а просто провести время Недавно Игорь выловил большого езя, которого вскоре отпустил О том, что Ака признана Министерством природы грязный, рыбак догадывался Вот там вот трубишь протекает, он постоянно туда литит, все это нечистоты, они сюда идут Но они как-то, она еще, не видно, что грязь, она там внизу оседает, тут трава растет, вот это вот как болото Правда, это не мешает рыбаку приходить сюда вновь и вновь Пляжный сезон закончен, поэтому сейчас на берегу Аки встречаются только люди с удочками Купаются в такую погоду самые стойкие И далеко не все знают, что водоем официально признали грязным Ну почему, нормальная речка? Ну раз раки ловятся, значит, нормальная речь? Вся грязь из города, там все сбрасывают, вот и где пристань-то Здесь купаться вообще лучше не купаться Надо бы, конечно, вот то, что она мелеет, надо чистить реку, сейчас этого мы не видим Углублять сюда? Да, углублять, это обязательно нужно Рыбаки отмечают, что сейчас в реке появились пескари, а это означает, что водоем стал куда чище Вот только доклад Министерства природопользования утверждает обратное В Рязанской области в Аке отмечаются критические уровни загрязненности нитритным азотом Причем на участке до Касимова предельно допустимые концентрации вещества снижаются с 8-кратного превышения нормы до 3-кратного Также в докладе Министерства природопользования говорится, что участок реки ниже Коломны отличается наиболее высоким уровнем загрязненности воды Здесь встречаются как нитритный, так и аммонийный азот Их количество составляет в среднем 4 и 11 норм ПДК соответственно Стоит отметить, что по течению Аки Рязань находится как раз ниже Коломны Увеличение содержания загрязняющих веществ в воде обусловлено не только сбросом стоечных вод жилищно-коммунального хозяйства города, но и загрязненными водами реки Москвы, говорится в документе Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город Знак инвалид теперь можно получить только в бюро медико-социальной экспертизы То есть он будет закреплен не за автомобилем, как раньше, а за конкретным человеком Изменения вступили в силу 4 сентября Стало ли удобнее рязанцам, узнала Мария Рудая Каждое утро Евгения Соколова начинается с похода в гараж за машиной Верная Ака является его средством передвижения долгие годы Без колес он не мыслит свою жизнь Тяжелая болезнь поразила в том числе суставы У Евгения гемофилия О том, что теперь знак инвалид будут выдавать в бюро медико-социальной экспертизы Он узнал из новостей Считает эту меру оправданной Ведь с проблемой парковок Евгений знаком не понаслышке Вы знаете, даже там, где знаки инвалидные Эти стоянки, как правило, или парковки, занятые другими машинами И инвалиду припарковаться поближе, особенно опорнику Очень сложно Иной раз даже инвалид на своей машине не может Вот лично я не могу, но у меня же есть дети, которые меня могут подвезти, куда-то отвезти И припарковаться, если этот знак будет при мне, это будет очень здорово Любой машине я могу подъехать По госстандарту на любой парковке местам для инвалидов должно отводиться не менее 10% Практика показывает, даже если здесь нарушений нет, нарушают сами водители Которые паркуются на таких местах У этой проблемы есть и еще одна сторона На платных парковках с машин со знаком инвалид деньги не берут Но реально ли автомобиль принадлежит человеку с ограниченными возможностями До внесения изменений узнать было невозможно Теперь новый знак будет содержать персональные данные конкретного человека Это пока примерный макет знака, который будет То есть это знак, исполненный по действующему стандарту То есть это изображение черной на желтом фоне На полях, либо в верхнем углу Вот этот будет как раз указываться персонифицированный номер И также будет тут рядом указываться срок, на который действует данный знак То есть если инвалидность установлена со сроком, он будет совпадать со сроком уставления инвалидности Если инвалидность установлена бессрочно, соответственно будет указано, что действует бессрочно На обратной стороне будет указано название учреждения, которое выдало знак, фамилия, имя, отчество, группа и срок, на который дается инвалидность Устанавливать его можно на машину, который управляет человек с ограниченной возможностью Или на автомобиль, который его будет перевозить Для того, чтобы получить знак инвалид, необходимо написать заявление в бюро медико-социальной экспертизы Для этого инвалид, либо его законно-уполномоченный представитель Обращается в учреждение медико-социальной экспертизы Набор документов очень прост Это справка, подтверждающая факт установления инвалидности И документ, удостоверяющий личность В учреждение медико-социальной экспертизы подается заявление В котором указывается непосредственно цель обращения Это выдача соответствующего знака Знак изготавливается в течение 30 дней При этом в бюро уверяют, очередей волокиты не будет Хотя именно такой перспективы и опасаются сами инвалиды При этом заявления на получение знака уже поступают Мария Рудая, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город» Правая половина Солочинского моста полностью отремонтирована Движение по ней открыли на этой неделе Как выглядит конструкция после реставрации, покажем в следующем сюжете Все тот же поток машин, все те же большегрузы Которые едут уже по новой отремонтированной половине моста Здесь больше нет прежних кочек и ухабов Их заделали во время ямочного ремонта Само же покрытие полностью заменили На Солочинском мосту уложено не только асфальтовое Но и новое полимерное покрытие на основе полиметилметокрилата Это позволит существенно увеличить срок службы самого дорожного полотна Стоит отметить, что в России эта технология уже применялась Для Рязани она уникальная Новое полимерное покрытие рабочие укладывали в три смены По 750 квадратных метров в день Всего нужно было уложить 12 тысяч кубических метров При всех имеющихся плюсах у нового покрытия есть один недостаток Работы можно проводить только в сухую погоду Ремонт полосы подошел к концу и теперь ее оценивают водители Мне кажется, такая же как была, такая и осталась Скоро говоря, пока я не заметил ничего такого интересного После ремонта всегда все хорошее Тут вопросов нет Просто долго ремонтируют, вот это неудобство большое Пока лучше, а там на сколько хватит, не знаю Так же, наверное, получается Что-то на бок, как-то непонятно Как-то починили, но все равно волнистая поверхность Не очень ровно, так может и нормальный ремонт делать А ремонт все-таки должна немножко быть Вообще-то лучше, конечно На правой половине моста также заменили три деформационных шва Теперь такие работы предстоит провести на другом участке Министр транспорта и автомобильных дорог Андрей Савичев Еще в начале августа заверил рязанцев, что вторая часть ремонта пройдет быстрее Все трудности, с которыми столкнулись рабочие На правой половине не повторятся Основная цель – это не только успеть до 1 ноября Но и оставить после себя новый крепкий мост Который прослужит не один десяток лет Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город Изменения пенсионного возраста нельзя принимать ни в старом, ни в обновленном формате Об этом говорили рязанцы на встрече с депутатом Государственной Думы От фракции ЛДПР Александром Шериным Очередная встреча состоялась на площади Театральной Это уже не первая встреча, на которую депутат Госдумы Фракции ЛДПР Александр Шерин приходит, чтобы пообщаться с жителями А очередь из желающих поставить подпись под петицией Против повышения пенсионного возраста не прекращается Рязанцы надеются, что их голоса будут учтены при втором чтении закона проекта Я против повышения пенсионного возраста Так что у меня все близкие, у них волосы дыбом У меня сестра должна выходить на пенсию в 55, а теперь в 59 Работы нет, нет работы, людям негде работать И кто работает, они работают неофициально Получают денежки на руки, идут Хотят он даст 20 тысяч, а хочет 10 тысяч дать Этот, их работодатель По словам депутата Госдумы фракции ЛДПР Александра Шерина У рязанцев и так много нерешенных проблем Это благоустройство внутри дворовых территорий Это очереди в поликлиники и детские сады И ко всем этим проблемам, неблагоустройство жизни и отвратительная работа управляющих компаний Добавляется еще одна самая страшная проблема для нашего населения, для нашей страны Это когда людям говорят, что нет никакой перспективы работать в стране Потому что при средней продолжительности жизни мужчин в 63 года до этой пенсии большая половина не доживет Если пенсионную реформу все же проведут, может увеличиться отток молодых кадров из страны Есть угрозы и для пенсионеров, они могут не получить обещанные повышения пенсии В первой редакции законопроекта не случайно было предложено повысить пенсионный возраст для женщин на 8 лет, считает депутат Госдумы Чтобы потом было что упрощать После послабления в 3 года для женщин, по сути дела, они выравниваются с мужчинами и им, и мужчинам добавляют по 5 лет Это неприемлемо Мы должны добиться того, чтобы у людей была понятная прозрачная схема начисления пенсии И пенсия должна быть достойной Сегодня жалкая подачка 8,5 тысяч И люди во дворах спрашивают, ну скажи депутат, как на эту пенсию прожить 7 сентября в Рязани на площади Победы состоится заключительная встреча с депутатом Госдумы фракции ЛДПР Александром Шерином Как отметил народный избранник, партия выступает за то, чтобы у всех жителей были достойные пенсии, на которые они смогут жить, а не выживать Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Молочный забег и дефиле коров ждут рязанцев 8 сентября В дубовой роще около села Коростово пройдет пятый региональный молочный фестиваль «Заакой» по Суцико Он вошел в топ-10 гастрономических и кулинарных событий сентября по версии аналитического агентства Турстат Мероприятие начнется в 12 часов в программе дегустации и продажи фермерской молочной продукции Хозяйств в Рязанской области, парад коров в специально изготовленных костюмах, соревнования в скорости и выносливости, ремесленные мастер-классы Это были все новости к этому часу Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях А я с вами прощаюсь, хорошего вечера и до встречи в эфире Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла До работы далеко, добираться нелегко, каждый день ее я жду Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс Строительная компания «Зеленый сад» Предлагаются участки под жилищное строительство В коттеджном поселке Караси 15 минут их езды от Рязани Великолепная природа Каскад из четырех прудов Собственный пляж Дубовая аллея Все необходимые коммуникации Чистый воздух и тишина Все для комфортной и уютной жизни Подробности на сайте Караси62.ру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok